В Омской области чаще болеют раком горожане, чьи дома расположены вдоль автодорог. Об этом рассказали эксперты в международном пресс-центре МКР-Медиа. Там прошла встреча, посвященная Всемирному дню борьбы с раком. В регионе ежегодно выявляется около 9 тысяч человек, которые имеют злокачественные опухоли. На учете 50 тысяч больных, но во многих случаях онкологии можно избежать, говорят эксперты. Проблема не только в причинах заболеваемости раком, но и в его раннем выявлении. Кроме специальных анализов, можно обезопасить себя и простыми методами. Ежегодно сдавать общий анализ крови, флюорографию, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и выбрать место жительства подальше от магистралей с плотным движением. Мужчины в Омске чаще всего болеют раком легких и предстательной железы, женщины раком груди, яичников. А вот на третьем месте у обоих полов колоректальный рак, которого многие могли бы избежать. На сегодняшний день в мире существует две болезни, которые имеют доказанную причину-следственную связь. Это рак шейки матки, папилломовирус, он доказан, и опухоли толстой кишки. Каждый из жителей региона, имеющий полип, доживет до своей опухоли в толстой кишке. Если вы эти полипы убирать не будете, есть страны, которые это уже используют в своей жизни. И сейчас эта патология у них не является бедой. А у нас колоректальный рак – третье место в структуре заболеваемости онкологических больных. А вот в Новосибирске девушки, страдающие онкозаболеваниями, отважились на фотосессию, чтобы доказать – красота сильнее рака. Они не побоялись надеть на бритые и коротко стриженные головы короны. Таким нестандартным образом сибирячки решили рассказать о том, что победить смертельную болезнь можно. За самое ценное, что есть у человека – жизнь, можно и нужно бороться.